Вот вроде и солнышко, вроде как бы распогодилось, но учитывая, что вчера были сильные дожди, мы не будем рисковать ехать на Каяшское озеро, на Генеральские пляжи в другой раз. А сегодня мы отправимся в место, в наше любимое, это Анапа, недалеко от Питези, в песочке. Короче, сейчас все увидите, погнали. Ребята, всем привет, вы на канале Семяны Чемоданы, меня зовут Славян. Вот мой инстаграм, подписывайтесь, если вы еще этого не делали. Я сегодня вас приглашаю в новый выпуск. Мы едем открывать для себя новое место и, конечно, показать вам. Мы сейчас выезжаем из Керчи, покажу вам выезд из полуострова Крыма, покажу вам, как там происходит досмотр, если нас будут досматривать. Едем мы в Анапу, в район, Анапский район, неподалеку от Питези. Все сейчас чуть попозже увидите, куда мы примчим, но я уверен, что место великолепное и нам, и вам понравится. Поэтому ставьте лайк выпуску, подписывайтесь на канал и погнали. Что мы делали в Керчи? Ребята, сюда мы приехали, чтобы поснимать генеральские пляжи, чтобы доехать до Каяшского озера. Но вчера сложилась такая погодная ситуация, что Керченский полуостров залило. Здесь даже затопило трассу Таврида. Наверное, вы слышали про эту историю. И, соответственно, хоть сейчас и светит солнце, но после такого дождя суваться, что на генеральские пляжи, что на Каяшское озеро, не стоит. Потому что там можно встрять, застрять и надолго. Поэтому мы решили здесь не сидеть, не ждать, когда все высохнет, и отправиться на материк дальше в новое путешествие. Ну а вы всегда с нами. Ехать дальше просто не могу, потому что машины нереально грязные. Это вот вчера последствия дождей и грязных дорог в Керчи. Сейчас быстро мою, и все, и мы дальше будем цырить к условной грязи. Жесть. Самое вот что интересное, что чтобы выехать из Керчи и попасть на материк, это нужно вот смотрите, какой крюк сделать. Видите, где находимся мы? И вот можно было бы вот так хлопс, вот на мост сделать развязку. Нет же, мы едем аж туда, в сторону Тавриды. Заскакиваем на Тавриды, потом как бы обратно возвращаем. То есть мы делаем крюк по факту километров 30. Представьте, как это неудобно. И то же самое аналогично, когда вы едете с материка в Крым, то есть вы хотите в Керчи заехать, вам нужно делать такой крюк. Вот мы выезжаем за Керчь, чтобы это стало в Крым. То есть ехать прямо до Ялты, 300 километров. Прикиньте. Да и в Патторе 360 с этого места. А до Оленивки там, по-моему, 400 с копейками. Да, кстати, кто решится отправиться в Крым путешествовать, мы написали свой авторский гайд путешествия по Крыму, где собрали весь наш опыт. Двух лет мы путешествовали. Один раз по отелям, другой раз с палаткой два месяца. Это все делали на машине, с детьми, какие-то рекомендации, локации. Куча полезной информации, которую вы приобретете, изучите и пропутешествуете Крым налегке с удовольствием. Не будете сталкиваться с такими сложными вопросами, как сталкивались мы. Чтобы приобрести наш авторский гайд, нужно написать либо мне в Инстаграм в Директ, либо Настеньке. Пишите, приобретайте, изучайте и путешествуйте. Вот такой здесь есть спасатель. Анапа прямо. Иоанн, Симферополь, съезд направо. Мы едем в сторону Анапы, как я вам уже говорил. Нам нужно держаться прямо. Вот она, Таврида. Вот неподалеку от этого места, в километрах где-то, наверное, в 10, может быть, даже чуть поменьше, был затоплен участок. Так, мы подъезжаем, значит, сейчас, как это называется, правильно, транспортный контроль. Вот висит знак, что нужно сбрасывать скорость. Висит знак ДПС. Вот висит даже табличка, что сигналы регулировщика обязательно, к исполнению. Здесь даже, видите, закрыты, вот так вот закрыты все полосы. Видите? Одно оставили. Две. То есть, оставили только вот полосу. Вообще, было непонятно. Вот, пост ДПС, проезжаем, прокатываемся медленно. Нас не останавливают, а фуры, вот они с контроля, соответственно. Нас как-то мы туда вот выкатывали. Вот за вот этот вот забор, с поколичью проволоку. Вот, а многих, кстати, туда сейчас закатили, досматривают. То есть, выборочно, выборочно закидывают, да, людей, говорю, в тот раз, когда мы выезжали в том году, нас тоже туда закинули, посмотрели багажник, а у кого-то смотрели даже что-то под капотом. Не знаю зачем, но вот такая здесь система, как будто бы ты заезжаешь, не знаю, за границу куда-то. В общем, подалеку от Тамани есть такая история, что здесь в пробке, здесь идет ремонт дороги. В общем, докатили мы до развязки. Тимирюк налево, Анапа, Новороссийск. Вот дорога уходит направо. Вот, двигаемся направо. Вот с этой стороны что-то растет, похожее на виноград. Дорога уходит прямо нам туда. А слева лиман, и вот там, где домики, это, ребята, Витязево. Нам ехать прямо. Посмотрите, какой сильный ветер. Просто сдувает. Вообще, достаточно такой. Ух! Мы тут заехали сейчас, покушаем, перекусим фрукты. Здесь такая гора. Прикольная, необычная, решили после нее встать. Так, вот мы заезжаем в Благовещенское. Осталось ехать буквально 5 минут. И мы попадем кое-куда. Сейчас вам все покажем. Так, в Благовещенское по пути, значит, заезжаем, набираем воду. Здесь вода, литр, 4 рубля. Пуск. Поверните налево. У меня в столовой. В столовой, это птица. Так, и вот, мы приехали. Вы приехали. Вы приехали? Мы приехали. Так, нас встречает погода-то отличная, ребята. Но ветрище дует. Какой-то нереальнейший. Так, смотрите, нас встретили. Хозяйка Джуля. Инстаграм будет в описании. Вот здесь мы проведем две ночи. Так. Я вам прям сразу сходу хочу показать. Так, все, сейчас чуть позже, ребята, сделаю ром-тур. Вот шторку открывайте. Вы готовы? Да. Уверены? Точно? Да. Давай, заходи. Вау, это что? Ну ты что это? Папа, почему мы там будем спать? Какая красота. А вы тут внизу. Да, папа, мы тут будем спать. Серьезно? Да. Смотри, Димаш, мы тут с ручком будем спать вместе. А если ты упадешь? А как я? Блин, папа, я... Здорово, да. Я даже не знала, что у вас такие. Ну, самая искренняя эмоция будет. Это значит, что у нас с тобой второй этаж. Вау. Вот, видишь как? О, у нас тут папа и ланшечка есть. Да? Ну, дайте-ка я к вам. Сразу загляну. Нет, папа. Оп. Это наша комната. Как это ваша комната? Памя, это окошко. Окошко, видишь, у вас. Да. Для вашего росточка панорамное остекление, видишь? Что, у вас тут пузики? О, прям небо. Мальчик? Да, у нас тут мальчики. Мальчики. У меня двоюродная сестра есть. Смотрите. Я пять мальчиков. А это комнатка для нас будет здесь. Видите, как уютненько, аккуратненько и здорово. Да, надо попой поворачиваться. Попой спускаемся. Вау. Так, про Румтум я вам сказал чуть позже вообще все детально расскажу и покажу сейчас по территории. Посмотрим. Так, проходим, значит, по территории. Шук. И попадаем. О, у вас вот так еще тут есть территория дополнительная. Да, у нас тут круче. Аааа, ооо, ничего себе. Вот это, да, вот, посмотрите на улыбку и сами все поймете. Здравствуйте. Смотрите, батут, качеля, горки, ууу, ничего себе. Это вы просто вот так вот смело туда вот, до горизонта, да? Обалдеть. А, у вас тут и вон в чехольчике, да? Ну. Слушайте, ну гляньте как. Здорово. Теннисный стол. О, это что такое? Это же футбол. Привет, друг. Смотри, смотри, какой футбол. Смотри, куда-то мячик бросаешь. Ну вот вы же с такой играли. Гол. Во. А я вас видел, да, вот кинотеатр здесь по вечерам? Да. Во. Вот это, да. Вот, для детей. В общем, мы, как говорит, сами проверяем, где отдыхать с детьми и вам рекомендую. О, класс. Посмотрите. И еще и полное поле. Бегай. Не хочу. Мангальная зона. Давай я тебе покажу сразу. Посмотрите, какая красивая. Вообще новая, как будто вчера так поставили. Шикарно. Классно. И вот такие вот просторы. Обалдеть. Обалдеть. Еще такая печь. Видел они в инстаграме. Здесь пекут. Лепешки. Такой мини-тандыр, да, если его можно назвать. Слушайте, очень клево. Парни, выпросили. Родион, подожди, выпросили квадрик. Пока с Артемом. Держись, Креп. Да, слушайте, хочу сказать, что по кайфу, когда ты приезжаешь, у тебя есть вот такие вот развлечения. Детям вообще кайф. Да, я думаю, что взрослым 100%. Ааа! Попались. Погоди сюда. Перекрите там, где? Пещерком, смотрите, такие занятия с детьми хозяйка проводит. Дети довольны. А еще у ребят есть вот такой большущий микроавтобус, на который вы можете сесть и скататься вместе с ними на экскурсию в любые места, куда договоритесь вместе с ними. Ссылочки в описании, пишите им. Мы сейчас решили прогуляться к морю, чтобы посмотреть, сколько идти. Вообще тут как бы два пути, как хозяйка нам объяснила, это можно идти через поле, а можно вот так вот в обход, как, собственно, идем мы сейчас с вами. Очень интересно. Сейчас я засеку время, за сколько мы дойдем. Вот, в 17.40 мы вышли. Посмотрим, сколько будет времени, когда мы придем на пляж. Но вообще вот это вот, это есть первая линия уже моря. Нам нужно огучечку туда-куда-то. Идем через поле и сразу хочется спеть. Выйду ночью в поле с конем. Ой. Поле, поле, поле. Да, вся, конечно, можно даже на машине поехать. В принципе, дорога позволит даже седану проскочить. Но вот я не совсем пока понимаю, куда нам идти. Я знаю, что море вот тут. Здесь просто лиман. Вот он, видите, заканчивается. А море там. Так, ребята. На машине вряд ли получится проехать. Но, по крайней мере, после дождя точно нет. Потому что дорога вот такая вот. Идем по грязи. Мы вообще, возможно, неправильно идем. Туда дорога еще дальше уходила. Не знаю вообще, придем ли мы вообще куда-то. Хотя вон, смотрите, с пляжа едет автодом. В общем, ребята, вон туда вот дорогу. Туда машина едет. Туда уходит дорога на Букасскую косу. Шикарное место. В одном из выпусков я вам ее обязательно покажу. Подписывайтесь. Смотрите. Мы просто сейчас идем, вот блуждаем, ищем пляж. Из-за этого время затягивается. А все из-за того, что, видите, море-то вот оно. Вот прям вот тут за бугром море. Я слышу даже шум волн. Но дело в том, что вот эта вот вся территория ограждена вот так вот. Зеленым забором. Я не знаю там, что это, кому это, что принадлежит. Видимо, какие-то домики, отели. Дальше вот торчит еще один отель. Там вот видите, сколько машин припаркованы. И вся территория просто закрыта. То есть к морю просто так не попадешь. Судя по карте, я посмотрел, что нам нужно вернуться чуть туда, до Лимана. И там попадем. Сейчас все сами увидите. И мы тоже. В общем, если вы приедете отдыхать в эти домики, то у вас вот ориентир. Вот есть кафе. И вот он проход. Здесь заброшенная база. Я не знаю, почему она, конечно, заброшенная. Кто в курсе, напишите. Но здесь огромное количество просто домиков, которые находятся вот видите вот в таком состоянии. Давайте я подведу, покажу. Видите, вот. Вот это каждый-каждый домик. Их такой. Тут еще-много. Проход к морю. Ну вот такой. Как бы на машине прям туда не подъедешь, потому что... А, хотя нет, можно же на машине заехать. Что я говорю? Да. Прямо на машине вот можно заехать. И, собственно, вот оно, за бугром моря. Ну, учитывая, что мы потерялись. 18.06, 25 минут. Ну, я думаю, что можно считать, что до пляжа идти минут 20. Да, вот сейчас мы вот дойдем и уже там будет минут 20. Ну и вот отсюда, ребята, начинаются аннабские знаменитые песчаные барханы. Их тут много. Песчаные дюны, да, еще вот так вот называют. Судя по следам, видно, что тачки заезжают туда прям на берег. Есть тут, конечно, шлагбаум, но он открыт. Там что-то строится. Непонятно. Но вот, видимо, из-за того, что здесь вот эта огромная территория какого-то бывшего комплекса для отдыхающих заброшена, здесь и, соответственно, людей на пляже мало. Нам это сразу сказала хозяйка, что здесь вот справа там на косе много, слева там, где туда ближе, там тоже много, а здесь пусто. Ну вот мы конкретно, ребята, на пляже. Да, тут малолюдно. Сами смотрите. Можно даже так делать. Здесь, не знаю, база, что-то катеров. Там, видимо, вот эта вот она поведнеется, видите? Там коса. И морюшка. Сегодня шторми, такое волнение. Вот один человек только, да. Из-за того, что здесь, что пляж никому не принадлежит, очень много мусора. И даже есть вот такие вот неприятности. От этого, конечно, пляж, блин, отпугивает, если честно. Мусора очень много. Вот прям свалка, видите? Вот минусы. Минусы вот таких пляжей именно в том, что люди приезжают, вот так вот гадят, и все становится в таком состоянии. Я говорю, даже шприцы валяются. Да. Да, над детям сандали посидим. Вот. А так это, вот, ребята, вот так вот выглядит. Вот он, такой пляж. Да, в теплую погоду здесь, безветренную, великолепно будет отдыхать, вот прям сто процентов. Тем более, можно прям на тачке заехать, доехать и покайфовать. Такая вечерняя атмосферка. Сейчас иду посмотреть, что делает там битвора. Шикс. Везде это все подсвечивается. Шикс. Вот, у меня за спиной все подсвечивается. И вот подсветилось, я не обманываю. Смотрите, как тут. Все, гирляндиков. Видит, вора сидит, наслаждается. Там закат еще. Как вам, ребята, данные домики? Как вам проход к морю? Как вам пляж? Пишите в комментариях. Я с вами прощаюсь. Увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Пока. Пляж-де-ка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok